здрасте всем еще раз хочу еще раз поехали уже на этом красавцы нашим зазе 10 тысяч хочу рассказать небольшие нюансы которые с ним происходят постоянно начнем отсюда водительское сиденье мест офигенно неудобно кресло дальше назад не отодвинешь потому что сзади это сзади стоит этот ящик непонятность предохранителями на фига он там нужен спинку не опустишь перерыв есть там 20-30 минут не откинешься не поспишь на сиденье тоже не сильно ляжешь они как шифр это вот сзади конечно неудобно вроде кажется и широкий просторный но только сидячие места но опять же пожилые люди туда назад не идут потому что неудобно в этом сильно большие ступеньки подыматься все скапливаются вот здесь вот впереди места не сильно много с коляской кто-то заедет вообще тут как селедки еще хуже ближе к переду тут два места есть и тут четыре места все тут еще пару человек станут спереди там тоже чуть-чуть ну не сильные не даст не сильно как в это место много но если в принципе для сидячих немного местного час пик как бы сами понимаете народ идет и идет и ничего не здесь что я вам хотел показать в каждом автобусе какая-то проблема в одном из автобусов двигатель вроде нормально все ездит все хорошо лопнул вот этот натяжитель здесь вот где-то лопнул у одного проблема с натяжителем дальше что закрыть эту штучку какие еще у каждого автобуса какие-то проблемы и у всех с электроникой то с дверями то еще с чем-то как бы постоянно что-то у них есть какие-то проблемы за эти за это время которые здесь он есть ездят эти автобусы за 10 тысяч у каждого какие-то проблемы что столкнулся с какими я проблемами столкнулся моем автобусе это двери с электронику были тоже тут вроде их направили остальные настроили у меня настраивал проезжал в три дня тут с этими дверьми как говорится в три дня и три ночи скакал иван царевич пока скакалку и отобрали разозлился отключил тут стоят предохранители здесь отключен отключила на ту электронику теперь так двери открывается и закрывается но такая система здесь что при трогании они сами закрывается и в ходу не не открывается у меня теперь можно есть даже с открытыми потому что он отключил эту всю электронику ну что еще кто дворники у одних отказывают то еще что-то климатизация вот это обогревание тоже поломано вот это сделали тоже у кого работает у кого не работает у меня например не работает что вам вам сказать что же отдали на сервис делать короче вам так скажу 11 автобусов прошло и в каждом автобусе какие-то проблемы в принципе практически все уже по проходили по 10 тысяч и до сих пор еще с сервиса вот эти хлопчики приезжают и постоянно что-то настраивает настраивает и настраивает ходовая шумит хотя и подушки не знаю почему ну тарабанит у всех вроде мастера залазили туда говорят все в порядке все отлично но шумит рулевая колонка тоже стучит что какая причина тоже неизвестно тоже смотрели у кого стучит у кого не стучит ну короче такие как вам сказать смешные автомобили пластик это вообще за эти десять тысяч я как бы вам говорил что тут пластик супер как бы производства это вообще едешь как я не знаю только какая-то погремушка детская еще поначалу может как-то так а так они еще закреплены так еще да ну то что он конечно да на своей малой базе юртки двигатель стоит хороший японский и на своей короткой базе он хорошо и вот это в повороты входят разворачиваются практически на месте удачно вот это сделано а так все остальное конечно электронику надо сразу выкидывать может ерунда такая что постоянно с ним удохаются а вот это еще что забыл сказать вот это есть большое стекло водительское это вообще как они его придумали что это за конструктор конечно то ужас сверху здесь идет кондиционер это поставили это поставили а так бы тут вообще ничего не было обогревы идут вот здесь обогрев идет получается вот он стоит здесь спереди вот он и и с той стороны также стоит обогрев здесь он стоит дует вниз зеркалом под верхом я не знаю как будут морозы как она будет но в предыдущие окно потеет вверху потеет и практически сами знаете как на запотевших стеклах обдува 0 я не знаю как будет зимой если будет замерзать но можно же было хотя бы поставить какую-то такую я не знаю обогрев этого стекла и провод такой как говорится как от бритвы электрической чтоб ерзался с этим стеклом открывался и закрывался все таки зеркало елки-палки ну так пока что все дальше будем ездить смотреть дальше какие будут недостатки а пока на сегодняшний день вот так вот может что-то забыл сказать конечно но потом следующий раз добавлю